Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Работы были заморожены. Понятно, жители жалуются. Жители же не знают, кто работы исполняет, как они исполняются. Владимир Ружицкий проверил, как проходят работы по замене коллектора на улице Попова. Основные проблемы – это ямы во дворах, ямы на дорогах. Сейчас начался сезон по их ликвидации. Министр стройкомплекса Московской области посетил Люберцы. Первый этап установки оконных блоков у нас уже выполнена. Школы городского округа готовят к новому учебному году. Нам удалось за период пандемии, так называемый, да, период ограничения, подготовить на всех стадионах прекрасные поля с натуральным покрытием. В спортивных школах и секциях вновь можно тренироваться. А теперь подробнее об этих и других новостях. Службы и ведомства городского округа Люберцы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Текущие вопросы обсудили на очередном онлайн-заседании оперативного штаба в администрации. В прошедшую неделю в межмуниципальном управлении Люберецка поступило 2100 обращений граждан по данному обращения возбужденности 47 уголовных дел. Из них 39 раскрыты по горячим следам. Такой выдалась неделя у люберецких стражей правопорядка. К повседневным задачам полицейских добавилась еще одна – регулярные патрули водоемов. Кроме того, в округе участились разбойные нападения и грабежи. Так что обращаюсь ко всем гражданам, еще раз быть повнимательнее, потому что участились в рубеже, разбои, кражи, личное имущество, потому что составляющая проснулась после эпидемии. Так что большая просьба, мы продолжаем пока работать в усилном варианте. Насыщенной была неделя и у огнеборцев. Им предстояло осуществить 60 выездов по сигналу тревоги и потушить 10 пожаров. Пять из них произошли на территории Люберецкого округа. Один пожар произошел в эксплуатированном строении, лежит два Толстого дома, два. Один в кафе, лежит в улице авиаконструктора Мили. В результате пожаров пострадавших нет. Чтобы подтопление после дождей не приносили неудобств жителям, в округе создано 4 дежурных бригады. Помощь в устранении последствий Люберецкий водоканал выделил 5 единиц спецтехники. Работают ежедневно. Всего за период с 1 июня 2020 года по 10 июля 2020 года было откачано 7300 метров кубических ливневых стоков. В округе продолжается подготовка к отопительному сезону. Ведется плановый ремонт котельных. Сейчас в работе 14 объектов. В связи с этим горячей воды нет в 600 домах. График отключения разместили на сайте администрации и Люберецкого водоканала. Ремонтируют в муниципалитете и дороги. В рамках работ по ямочному ремонту автомобильных дороги ликвидировано 130 ям общей площадью 148 квадратных метров. Продолжается ремонт автомобильных дорог. Уже завершены ремонтные работы на 32 участках. В единую дежурную диспетчерскую службу на минувшей неделе поступило более 9 тысяч обращений граждан. Все сотрудники по-прежнему работают в усиленном режиме. Анна Троян, Валерий Абсалямов и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. 12-часовые смены без выходных. Пристройка к детской школе возводится ускоренными темпами. Цель – открыть корпус, рассчитанный на 200 учеников 1 сентября. Об этапах строительства нашей съемочной группе рассказал глава округа. Вот мы находимся при входе в эту пристройку. Кроме этого, с основным корпусом школы у нас есть коридор, который соединит данную пристройку с основной школой. На первом этаже нового учебного корпуса разместится гардеробная, столовая с пищеблоком, а также игровые комнаты и спальня. На данный момент здесь завершены черновые работы. Строители приступают к чистовой отделке. Полностью к зданию сегодня подведены все инженерные коммуникации, все, что связано с теплом. Кстати, электричество на постоянной схеме тоже заведено. По договору нам должны поставить оборудование для вентиляции 15 июля, и мы его до 2 августа тоже установим. Коридор второго этажа соединяет пристройку с основным зданием школы. В рекреацию выход из 4 классов, помещение для занятий музыкой и спортивный зал. Все окна, все витражи тоже на сегодняшний день смонтированы. На последнем третьем этаже уже проложены все инженерные коммуникации. Завершается монтаж перегородок и начинается подготовка к черновой отделке. Справиться с этим этапом рабочие планируют за несколько дней. В течение ближайших двух недель чистовая отделка в целом во всей школе тоже будет завершена, потому что все необходимое сегодня сделано и подготовлено. Работа кипит не только внутри здания, но и вокруг него. Более 11 тысяч квадратных метров покроют асфальтом. На территории школы высадят деревья и кустарники. Мы планируем обустроить на территории школы спортивные площадки. Это и баскетбольная, волейбольная площадка, это всесезонная беговая дорожка, это будут игровые площадки. Благоустройство школьного двора завершится к 15 августа. К этому же времени строители планируют закончить чистовую отделку помещений. Затем начнется процедура оформления документов. Каждый этап рассчитан буквально по часам. График строительства скорректировала пандемия. Но, по словам экспертов, это не повлияет на дату открытия школы. Луиза Игязыря, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Летняя пора, время подготовки школ к новому учебному году. В Люберецких образовательных учреждениях плановый ремонт идет полным ходом. Степень готовности 24-й гимназии проверил Владимир Ружицкий. Отжившие свое старая плитка и оконные рамы готовы отправиться в утиль. 1 сентября гимназисты будут ходить уже по отремонтированному полу и смотреть в новые окна. Ремонт идет согласно графику. У нас работы начались с 1 июля и должны закончиться 14 августа. У нас создана дорожная карта по ремонтным работам. Первый этап установки оконных блоков у нас уже выполнено. В общей сложности в учебных классах, мастерских и раздевалках появились 15 новых окон. На втором и третьем этапе ремонта обновят плитку и линолеум. Подготовительные работы в коридорах и гардеробах гимназии уже почти завершены. На днях в учебное заведение привезут и новые материалы. В целом на сегодняшний день все у нас своевременно. Уже началась приемка учреждений межведомственной комиссии. Поэтому там, где ремонтные работы завершены и там, где учреждение готово к приему такой комиссии, мы сегодня уже эту работу начали. Помимо этой гимназии в 2020 году отделку обновят в 61 образовательном учреждении округа. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Замену канализационного коллектора на улице Попова наконец возобновили. Из-за нерадивого подрядчика работы затянулись на полтора года. Объект проинспектировал глава округа Владимир Ружицкий. Горы земли, разбитый асфальт и разобранная детская площадка. Уже полтора года двор на улице Попова больше походит на руины. Виновником проволочек стала подрядная компания, которая в начале 2019 года обязалась заменить отслужившее свое коммуникации. Яму вырыли, сами в нее и угодили. Работы были заморожены. Понятно, жители жалуются. Жители же не знают, кто работу исполняет, как они исполняются. Мы подключили и правоохранительные органы, чтобы через суды вот эти все затраты, которые несет сегодня Люберецкий водоканал по этим работам, эта организация, которая в том году выиграла этот аукцион, вернула. На помощь пришлось вызвать других подрядчиков. Теперь замена канализационного коллектора идет усиленными темпами. Рабочие ведут новые стоки. Половина проекта уже выполнена. Сегодня специализированная организация это качественно и детально выполняет. И, скажем, когда специалисты занимаются своим делом, житель этого практически не ощущает. То, что так долго доставляло неудобства люберчанам, планируют исправить к концу следующей недели. А к 1 августа жителям улицы Попова обещают вернуть благоустроенный двор с парковкой и игровой площадкой. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Сотрудники администрации городского округа Люберцы совершили очередной объезд территории. Но обстановку в округе они оценивали, передвигаясь на велосипедах. Наша съемочная группа наблюдала за необычным выездным совещанием. Место сбора – Егоревское шоссе 3В. Маршрут проложен по поселку Томилино. Перед выездом небольшой инструктаж и велоколона стартует. Направляющий глава округа Владимир Ужицкий по пути заезжает во дворы и рассматривает территорию. Обращает внимание коллег на каждый выявленный недостаток. Владимир Петрович, расскажите, как часто совершаете такие велообъезды округа? Ну, было принято решение. Это традиция уже у нас несколько лет. Мы регулярно ставим задачу раз в неделю. По крайней мере, объезжать, смотреть по ходу, беседовать с жителями, что же у нас происходит на территории. Участники велопланерки оценивают благоустройство придомовых территорий. Параллельно спрашивают мнение жителей. Вот площадки детские. Нормально. Управляющая компания. Замечания. Мусор вывозят, убирают. Нет. Чтобы восстановили тренажер. За рулем велосипеда увидеть реальную картину проще, чем на автомобиле. Во время такого объезда невозможно обойти стороной дорожную тематику. Есть, к сожалению, кое-где и ямы на дорогах. Есть на дорогах, у нас же проходят люки, то есть есть теплотрассы. Есть трубы водоканала. Понятно, что эти, будем говорить, кольца, они выходят на дорогах, как бы, ну, должны быть в уровне асфальта, с асфальтом. Они должны быть в плоскости дороги, но они провалены или завалены. То есть есть, мы в этом плане будем говорить, недостатки. Это тоже надо устранять. На двухколёсном транспорте сотрудники администрации доехали до улицы Гоголя. Нареканий у местных жителей по поводу благоустройства не оказалось, но есть другие пожелания. Хотелось бы, чтобы полиция ещё, особенно в вечернее время, ходила, проверяла наши полисадки, детские площадки. Замечания, выявленные во время инспекции, занесли в протокол. Туда же включили обращения жителей. Пока позволяет погода, такие велообъезды будут проходить регулярно. В Люберцах окажут поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. На помощь от администрации округа могут рассчитывать наиболее пострадавшие во время пандемии отрасли бизнеса. К ним относятся культура и искусство, спорт, деятельность туристических агентств и организации дополнительного образования, гостиничный бизнес, общественное питание, а также предоставление бытовых услуг и розничная торговля непродовольственными товарами. Предприниматели могут освободить от уплаты аренды, либо предоставить им отсрочку. А бизнесмены, имеющие в собственности земельные участки, могут рассчитывать на отсрочки по уплате земельного налога. Кроме того, в городском округе действуют меры поддержки федерального и регионального уровней. К ним относятся кредитные каникулы, беспроцентные займы, моратории на проверки, налоговые каникулы, а также выплаты на возобновление деятельности. В Подмосковье оценят вклад жителей в развитие региона. В области идет голосование за номинантов губернаторской премии «Мы рядом». Одна из участниц конкурса – директор текстильной фабрики Елизавета Терешкина. Об общественной пользе ее проектов в репортаже моих коллег. Для люберчанки Елизаветы Петровны социально ответственный бизнес – это скорее образ жизни. Сотрудники ее фабрики могут рассчитывать не только на гарантии, предусмотренные государством. Работникам помогают с арендой жилья, оказывают материальную помощь в сложных ситуациях. Персональные выплаты получают и специалисты, готовые дополнительно учиться. Но и это далеко не полный список общественно значимых достижений предприятия. Могу похвастаться нашими пехорскими посиделками, которые объединяют рукодельниц, людей, которые увлечены творчеством вязания. Такие встречи объединяют молодежь, жителей старшего возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. Мастер-классы проводятся прямо на фабрике. Заодно сотрудники делятся и секретами производства пряжи. Другой, уже экологически важный проект фабрики – это «И снова авоська». Проводится он под лозунгом «Освободи планету от полиэтиленового пакета». Мы, женщины в Москве, тоже сидели на самоизоляции. Я сама, сама связала 9 авосик. И все авоськи, которые я связала, я раздарила своим родственникам. И все были в недоумении, что у меня получались такие интересные авоськи. Принесли пользу и специально разработанные боксы для творчества для всех, кто дома. В период пандемии такие наборы бесплатно направлялись в лечебные учреждения, дома престарелых и передавались многодетным семьям. Я думаю, что эти наборы дают хоть какой-то момент расслабления. Человек начинает, предположим, делать какую-то мышку или рыбку. Он контактирует с пряжей, тактильное ощущение. И это позволяет отвлечься. Еще один благотворительный проект призван поддержать мам, чьи дети появились на свет раньше срока. Из пряжи фабрики люберецкие мастерицы вяжут для младенцев пледы, шапочки, носочки и игрушки-осьминожки. На сайте премии отдать свой голос за номинантов может любой желающий. Народное голосование завершится 28 июля. После этого жюри выберет 180 победителей, которые разделят призовой фонд с общей суммой в 180 миллионов рублей. Александр Колганов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Из дистанционного в реальный режим работы перешел Дом детского и юношеского творчества. Летняя досуговая площадка «Солнечный день» принимает всех желающих на творческие и развивающие занятия. Физическая активность и свежий воздух в больших количествах. В постограничительное время для детей создали все условия, чтобы вернуть их привычный ритм. Софье Моисеевой так надоело сидеть в четырех стенах, что девочка идет на все занятия в Доме творчества, как на праздник. Да, нравится, так что если больше друзей, больше будет веселья. Я люблю больше всего петь. Мне нравятся песни из Диснея какие-то или из каких-то мультфильмов других. Сейчас свой летний досуг в Доме детского и юношеского творчества проводят два отряда по четыре часа в день. Традиционно в это время для детей организованы занятия по декоративно-прикладному искусству, рисованию, пению, хореографии и спортивному ориентированию. Карта всегда в одном положении. Мы бегаем вокруг здания, а не здания бегают вокруг нас. Если вы карту перевернете, вы заблудитесь обязательно. Свою работу Дом детского и юношеского творчества на время ограничений не приостанавливал. Занятия с воспитанниками проводили дистанционно, держали обратную связь. Ножевой формат, которого с нетерпением ждали все, перешли несколько позже, чем обычно – 6 июля. Выставляем наружу и прижимаем назад. Педагог с большим стажем Галина Леонова теперь не только учит детей собирать оригами, но и сама учится творить шедевры в защитных перчатках. Действительно, мы ждали этого момента, когда к нам придут дети. Мы работаем, соблюдая санитарные все нормы – в масках, в перчатках. Не так уж удобно. Особенно как раз в декоративно-прикладном творчестве. Я должна им показывать, я должна что-то им руками где-то подправить что-то. Ну, что делать? Такое время насупило. В отряде не более семи человек. Разграничения групп, никаких массовых мероприятий, житчастная санитарная обработка поверхностей и приобщение детей к гигиене в игровой форме. Досуговая летняя площадка в этом году работает по новым условиям, но с прежним энтузиазмом. Для педагога, конечно же, важно видеть и глаза ребенка, реакцию. Он может ответить тут же сразу на вопросы ребенка. Дети не любят ждать. Они любят получать ответы сразу. Поэтому очень важно, конечно же, живое общение. И потом дети, социализация детей все-таки проходит в обществе. Летняя досуговая площадка будет открыта до конца августа. Провести каникулы с пользой могут дети с 7 до 12 лет. Для этого нужно обратиться в учреждение с заявлением и копиями свидетельства о рождении и страхового полиса. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Ежедневно из лесов Подмосковья выводят заблудившихся. Жители так увлекаются тихой охотой на грибы и ягоды, что забывают о бдительности. Как не заблудиться в лесу и что делать, если все же заплутал, узнавала наш корреспондент Анна Троян. Алло, здравствуйте. Я тут заблудился. Помогите мне, пожалуйста. Евгений Карповский – наглядный пример того, что потеряться в лесу может даже опытный грибник. Поиски спелых ягод завели любителя тихой охоты на незнакомые тропы. На этот случай у Евгения всегда есть заряженный телефон. Наш герой дал диспетчерам ориентировку, откуда зашел в лес, примерный свой маршрут и описал то место, где оказался. Координаты получила дежурная служба леса. Специалисты сработали оперативно. После часа поисковых работ так называемого потеряшку обнаружили и спасли, после чего привели в чувства. В целом по нашему филиалу Виноградовскому практически каждый день, можно сказать, теряются люди в том или ином лесничестве. А конкретно в Малаховском участковом лесничестве такое бывает не очень часто. Спасение людей, защита леса на первом месте стоит. Екатерина Веселова помогает найти полученные ориентиры. Она из династии лесничих и прекрасно знает, что главное правило для тех, кто заплутал, не поддаваться панике. Ориентироваться по мху и солнцу для вас из области фантастики не стоит отчаиваться. В частности, можно покричать. Вдруг, если вы находитесь вблизи какого-то поселка, вам это неизвестно. Вас обязательно кто-нибудь услышит или может кто-нибудь придет на помощь. А также можно самому услышать звук проезжающих машин или, ну, может, рядом будет железная дорога. Во многих лесничествах для ориентирования жителей поставлены лавочки с указателями ближайших населенных пунктов. На них же указаны номера телефонов дежурных лесничих, которые помогут выбраться из леса. Важно после звонка оставаться на месте. Перед прогулкой в лесу обязательно надо запастись водой, спичками и, конечно же, компасом. Если такого гаджета нет, обязательно полностью зарядите телефон. Зачастую потерявшиеся в лесу люди ходят по кругу. И с каждым новым кругом они начинают паниковать все больше и больше. Если у вас есть телефон, на котором есть заряд, вы можете воспользоваться компасом. Необходимо включить компас на телефоне, выбрать какое-то одно определенное направление. Либо юг, либо север, либо восток, либо запад. И следовать строго по компасу в заданном направлении. Так удастся выйти из замкнутого круга. И рано или поздно получится выйти к населенному пункту или проезжей части. Анна Троян, Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ. В Люберцах начала свою работу Общественная приемная союза патриотических организаций. Здесь помогут ветеранам военных конфликтов, детям войны и семьям погибших в боевых действиях. На открытии побывала наша съемочная группа. Хочу пожелать всем, без исключения, плодотворной работы на благо нашего югерецкого округа. Так своим коллегам дает напутствие председатель одной из шести окружных общественно-патриотических организаций. Среди них Дети войны в Октябрьском, Организация ветеранов Гвардия, Совет вдов и матерей погибших в войнах, Молодежный клуб, Совет ветеранов МВД и Военно-патриотический клуб «Воинская дружина». Все они объединились под одной крышей. Сегодня мы создали союз общественных организаций. И все это повлекло именно образованию в период пандемии, когда мы вынуждены были объединиться, сплотиться в помощи детям, ветеранам, ну и возраст пенсионных, в том числе и ветеранам боевых действий. Новое объединение охватывает более шести тысяч человек. Здесь им помогут получить положенные льготы и пособия, окажут юридическую помощь. И это только одно из направлений работы новой организации. Основная задача – это именно помочь молодому поколению найти себя. И воспитание, естественно, патриотически настроено гражданам. Молодежный клуб проводит для детей зорницы, организует почетные караулы у памятников. В Томилино работает спортзал боевых единоборств. Заработали детские мастерские. В летний период приемная работает по будням. Начиная с сентября помощь можно будет получить по выходным дням. В конце июля для удобства жителей «Союз» откроет филиал на улице Мира. Александр Колганов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Очередной этап снятия ограничений по коронавирусу. Спортивные школы и секции городского округа Люберцы вновь открыты для воспитанников. Занятия проходят с соблюдением всех стандартов по организации работы. Наша съемочная группа встретилась с юными спортсменами, которые после долгого перерыва вернулись к тренировкам. Баскетбол для Юлии Пустошкиной не просто любимая игра, а продолжение семейной традиции. Заниматься этим видом спорта ей посоветовала мама, которая в свое время увлекалась баскетболом. С четвертого класса девушка тренируется в спортивной школе «Спартак». За шесть лет этот зал стал для нее родным. Чем больше ты тренируешься, тем больше тебе это нравится. И вот даже во время пандемии, когда это было, я поняла это намного больше. То, что, безусловно, скучать начинаешь по всем тренировкам, по той усталости, которая у тебя во время тренировки. Скучать уже точно не придется. Вместо одного занятия в день баскетболисты сейчас занимаются два раза. Спортсмены нагоняют темпы и готовятся к первенству Московской области. Спортивный клуб у нас «Спартак», это рядышком вот здесь. И «Триумф». В «Триумфе» тоже баскетбольный клуб «Спартак». Это занимается порядка 500 человек. И сегодня вот мне так удалось с ними немножко, как говорят, с мячиком поиграться. Это доставляет удовольствие. Но самое главное, ребята, они этим занимаются с интересом. Они влюблены в этот вид спорта. И поэтому, я думаю, что вот подобные виды спорта мы должны развивать. Глава Люберец присоединился также к открытой тренировке юных футболистов. С тех пор, как открылись стадионы, в округе регулярно проходят товарищеские матчи. На поле молодые спортсмены выходят каждый день. Нам удалось за период пандемии, так называемый, да, период ограничения, подготовить на всех стадионах прекрасные поля с натуральным покрытием. Я думаю, что каждый из тех, кто вышел на поле, получает огромное удовольствие от качества газона. В привычной атмосфере вернулись все люберецкие спортсмены. Но пока измерение температуры и применение антисептиков перед тренировками – условие обязательное. Луизия Егезарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова